Так, парни, маленький вопрос сразу. Будет ли сегодня организованное чайпитие для ветеранов Афганистана? Чайпитие будет сегодня для ветеранов Афганистана? Как раньше было в Доме культуры. Вот скажите, будет или нет? Я знаю точно, что все сегодня пойдут в наш Дом культуры, который недалеко отсюда, и будет праздничный концерт. Слышь, вот несколько слов про Афган. Как будто ты там не был. Вот что я тебе нового расскажу? Володь, посмотри, что. Сейчас у нас вообще внимание приковано участникам социальной военной операции. Вот, от нас мы были добровольцами. В тот регион много. У нас... Ребята, вопросик такой у меня. Вы из какой школы? Седьмой. Седьмой. Так, где я работал с кадетами уже один год. Военные дисциплины вам преподают? Какие-то преподают, да? А тактику солдата там в бою, там что-то такое, вообще войсковой бой? Нет, ничего такого не преподают. А кто знает, войска-то были введены в Афганистан какое-то число? А вы же не на посту, чего вы так, серьезные лица такие сделаны? Не знает, да, никто, когда были введены войска в Афганистан? Ребята, кто знает? Ну, вспоминайте, вспоминайте, на вас весь мир будет смотреть. Завтра уже. 27 декабря 1979 года, вернее 25 декабря. А вывели когда войска? Я-то откуда знаю. А? Я-то откуда знаю. Не понял? Я-то откуда знаю. Ну, вы пришли на мероприятие такое, посвященное нам, ветеранам Афганам. Завтра вывод войск. 15 февраля вывели войска окончательно. Выводили один год. Ну, че ж, ребят, надо подтягиваться. Вице-сержант стоит. Военноучилище потом парни, или нет? Да. Понятно. Понятно. Как пойдет. Ну, вот, вот один хотя бы кто. Молодцы. Молодцы. Давайте, все. Самое главное, здоровье. Это уже радует, что вы здесь с нами. Ну, я уже сам. Спасибо большое. Все, сгадаш. Значит, ребят, я понял, что чай пить, а сегодня опять не будет, да? Никакого. А у рядовых ветеранов Афганистана вы будете интервью брать? У рядовых солдат, которые прошли. Не у меня, я не просягываю. Саша, обязательно. Конечно. Но я посмотрю репортаж. Я посмотрю. Ну, вон они стоят, рядовые ветераны. Дорогие друзья, я прошу не могу. Смена. Слушай, давай я свою работу сам сделаю, ладно? Иди, дорогой. Смена! Не, я что-то не понял. Иди, дорогой, это не по-журналистски. Хорошо. Молодец. Налево, вот. Тут как бы маргиналов нет. Я понимаю. Я говорю, давай я свою работу сам сделаю, хорошо? Пожалуйста. Давайте, давайте. Я просто вопрос вам задал. Молодец. Я знаю, что я молодец. 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 Россияне участвовали во многих конфликтах. Более 40 конфликтах за пределами нашего отечества. Разрешите слово представить заместителя главы администрации. Добрый день. Разрешите слово. Действительно, 34 года назад. Наша страна. Обещание войсок в Афганистане не было в живых войсковах. Нормально? Сегодня говорили, что в горе, чем в широках. Точка воевали. Действительно, это имя твоих стран. А если говорить конкретно об Афганистане, более 15 тысяч советских воинов ушли и не вернулись после этой войны. Но мы знаем, что они отстаивали, я еще раз подчеркиваю, интересы нашей страны. И на сегодняшний день очень важно, что мы помним все эти даты. Мы помним каждого, кто сложил голову именно в этих боях. И сегодня мы возложим цветы для того, чтобы еще раз отдать дань памяти погибшим именно в защите справедливых интересов нашей страны. И сегодня мы должны говорить еще о том, что именно участвуя в СВО, мы с вами боремся против западного сговора, против нашей страны. И мы уверены, что и сегодня наши воины достойно остоять честь и свободу нашей Родины. Именно мы должны сегодня помогать тем, кто находится на фронте, своей помощью делать все возможное от нас зависящее. А главное, мы должны знать и верить о том, что победа будет за нами. Спасибо. Расскажите слово представить лидеру афганского движения в Дмитровском городском округе, председателю совета. Разговаривать не смогу перекричать, поэтому попрошу чуть тембр немножко уменьшить. Сегодня день памяти. 34 года отделяют нас от того момента, когда мы молодые, здоровые, симпатичные ребята пересекли реку Амударью полосу и прибыли домой. Вернулись домой, закончив войну в Афганистане. За эти годы праздник этот, если его можно так назвать, день памяти правильнее назвать, назывался по-разному. День вывода войск с Афганистана и окончание выполнения боевых задач 40-й армии на территории Афганистана. И, наконец, в 2010 году, указом президента, этот день был внесен в реестр памятных дней Российской Федерации и стал называться День памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. 9 лет, 1 месяц и 18 дней делалась война в Афганистане. За это время в горнило этой войны прошло более 600 тысяч советских людей. Офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, гражданский персонал. Не всем довелось вернуться назад. 15 тысяч, около 15 тысяч советских людей мы, к сожалению, потеряли. Но война есть война и без потерь в ней не обойтись. Не обошла эта беда стороной и Дмитровский городской округ. 10 человек с Дмитровской земли наших ребят, офицеров и солдат мы, к сожалению, тоже потеряли. Память о них в наших сердцах мы постоянно, в повседневной нашей жизни, работе с молодежью, вспоминаем их для того, чтобы их имена остались навечно в памяти дмитровчан. Что хотелось бы еще сегодня сказать? Конечно, к сожалению, мы, когда закончили войну в Афганистане, думали, что все, наступит мир и мы будем дальше жить мирно. Но, к сожалению, жизнь располагала другими моментами. После этого нам довелось пройти и Чечню, и Дагестан, и так далее. На сегодняшний день наши младшие братья выполняют свой служебный долг, участвуя в специальной военной операции. Здоровья хочу пожелать всем присутствующим и отсутствующим здесь ветеранам, пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой, ну и дальнейшей активной жизни в плане работы с молодежью. Спасибо. А тактику солдата там в бою, там что-то такое, вообще войсковой бой? Нет, ничего такого не прибрают. А кто знает, войска-то были введены в Афганистан какое-то число. А вы же не на посту, чего так серьезные лица такие сделаны? Не знает, да, никто, когда были введены войска в Афганистан? Ребят, кто знает? Ну вспоминайте, вспоминайте, на вас весь мир будет смотреть. Завтра уже. 27 декабря 1979 года, вернее 25 декабря. А вывели когда войска? Я-то откуда знаю. А? Я-то откуда знаю. Не понял? Я-то откуда знаю. Ну, вы пришли на мероприятие такое, посвященное нам, ветеранам-афганам. Завтра вывод войск. 15 февраля вывели войска окончательно.